Это новости сейчас в студии Сергей Луговский. Здравствуйте. Крепкая экономика – залог стабильности в белорусском обществе. Глава государства сегодня на рабочем заседании правительства. Отмечу правом собрать такое заседание. Президент наделен Конституцией. Ключевая тема – функционирование экономики в условиях санкций и меры по их преодолению. В нынешней встрече нет ничего чрезвычайного. Как отметит Александр Лукашенко, по итогам года Беларусь может сработать не хуже предыдущего. Страна уверенно держит курс, развивается и противостоит беспрецедентному, ничем не обоснованному давлению. Хотя для экспорта ориентированной экономики это и непросто. Рынки диверсифицированы. У нас много ниш для реализации продукции за рубеж. Поиск новых логистических цепочек и новых потребителей белорусских товаров – сейчас вопрос номер один. Сегодня у нас такое промежуточное заседание правительства. По итогам года, Максим Владимирович, нужно спланировать заседание правительства в таком же формате под президентом президента. Уже полностью рассмотреть, ну как сработали. Сработали. Еще раз подчеркиваю, задача одна. Задача одна. Не хуже прошлого года. Умереть, но выдержать. Если мы не хотим воевать, у каждого есть дети. Если вы не хотите, чтобы наши дети с ружьем отстаивали свой суверенитет и независимость, мы должны иметь крепкую экономику. Это стабильность в нашем обществе. В зале полторы сотни участников, среди которых и центральные и местные органы власти, а также руководители всех крупнейших предприятий. Подробности в наших следующих выпусках. Предвыборная охота на ведьм началась в США. ФБР провело обыск в поместье Дональда Трампа. Агенты взломали его сейф. По информации американских СМИ, следователи могли заинтересовать секретные документы, которые якобы Трамп забрал с собой из Белого дома. Работали на месте около ста агентов. Сам Трамп связывает происходящее с его желанием участвовать в выборах через два года. Демократическая партия пытается всеми силами дискредитировать и отстранить республиканца от избирательной гонки. Ведь если Трампу предъявят обвинение и признают виновным, ему будет запрещено баллотироваться в президенты. Все сложнее становится ситуация на одном из крупнейших нефтехранилищ Кубы. Уже пятый день там горит топливо. Сообщается о новом взрыве. Пламя перекинулось на четвертый резервуар. На помощь пришли пожарные из Мексики и Венесуэлы. Однако локализовать огонь пока не получается. Едкий дым виден даже за 100 километров. Поступает информация об одном погибшем и сотне пострадавших. Около 20 основных площадок развернутся в Добруше в День белорусской письменности. Литературный форум состоится в первые выходные сентября. В центре города участников и гостей встретят музейные экспозиции, ремесленные ряды, фестивали, книги и прессы. Будут курсировать специальные литературные поезда. Кроме того, на проспекте Мира установят памятник народному писателю Беларуси Ивану Шемякину, кстати, уроженцу Добрушских земель. Новую информацию у моих коллег в 15 часов. Всего доброго.